Всех представителей знака Зодиака Весы я рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу представить вам Тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы сегодня будем с колодой Таро Законопритяжения, колода оракульного типа, которая отличается с позиции прорисовки визуального ряда и по части трактования арканов от классической колоды. Тем не менее, я думаю, эта колода поможет вам раскрыть новые грани ваших жизненных аспектов. Итак, рассказ по традиции покажет вам общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести текущий месяц. Хочу напомнить, что расклады пополняются для широкой аудитории. Они не могут проиграться однозначно для всех, потому что многим из нас необходимо смотреть свой Тароскоп не только по знаку Зодиака, но и по знаку Астидента в натальной карте. Как вы считаете, вы можете вбить, задать параметры в Google, да, как посчитать свой Астидент, и вам выдаст программу, которая поможет вам в этом вопросе. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца, события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну и давайте смотреть, о чем же нам вещают Арканы. Итак, основная, скажем так, под гидой чего пройдет у вас данный месяц. Здесь у нас падает туз жезлов. Карта новых этапов. Карта восходящего солнца. Карта зари. То есть у вас новый стимул, новые идеи, новые проекты, новые знакомства. Это страсть, это импульс, все, что вы будете вкладывать, даже может во все сферы жизни, в сферу работы, и финансов, и личной жизни, и общения с окружающими. Потому что это карта, знаете, стартапа, нового начала, новых перспектив, богатых перспектив. Потому что все тузы – это карта шанса, карта нового начала и далеко идущих планов. Так, что вас ждет в плане карьеры? В плане карьеры старший Аркан Сива. Работа, которая не только по душе, но и по плечу. Здесь, скажем так, хозяин положения. Выбрали себе ту специальность, ту должность, которая вас, может быть, не во всем, но тем не менее устраивает. Здесь вы четко справляетесь со своей должностной инструкцией, со своими обязанностями. Если на текущий момент вы безработные, то это все возможности и карты в руки вам трудоустроятся. Если вы наемный работник, то вы отлично справляетесь со своей работой. И у вас есть перспективы укрепления своих позиций и повышения в дальнейшем. Если у вас свой бизнес, то это однозначно у вас разумное руководство и, скажем так, вложение финансов. То есть здесь у вас месяц замечательных в плане, скажем так, реализации ваших идей в рабочей сфере. В плане финансов давайте смотреть, что же вас ждет. Восьмерка жезлов. Знаете как, трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Потому что здесь карта четко с позиции прорисовки показывает, что все, вот тесто замесили, кашу заварили, да. Нельзя покладать рук. То есть нужно действовать, нужно доводить начатое до конца. По восьмерке жезлов очень часто это быстрый рост доходов, либо финансов, либо вы понимаете, что работа кипит, нельзя останавливаться на достигнутом. Да, возможно это будет тяжело эмоционально и физически, но цель оправдывает средства. Потому что здесь не только быстрый рост финансов, но и в целом какие-то новые перспективы, которые дадут вам возможность поменять качество вашей жизни. С позиции здоровья. Здесь у вас падает десятка кубков, но думаю так все очевидно. Это карта замечательного, как эмоционального, так и физического здоровья. Здесь в целом, знаете, вы видите жизнь в радужных красках. У вас все на подъеме. И радость, и эмоции, и хорошее самочувствие. Даже если были какие-то недуги, то здесь они по этой карте отступают. Единственное, чем чревато десятка кубков, здесь могут быть либо отеки, либо что-то связанное с лимфотоком. Но это незначительные какие-то, знаете, вот такие перипетии. Потому что десятка кубков это карта отличного самочувствия. С позиции личной жизни, что вас ожидает? Здесь падает аркан жрица. Вот пожриться, это знаете, если вы на текущий момент в отношениях, это желание эти отношения скрывать, не афишировать. Почему? Потому что либо вы сами не понимаете, нужны они вам или нет. Либо вы в целом, знаете, понимаете, что вашу связь могут не одобрать ваши близкие, ваши друзья, знакомые. Или же вы сами не можете разобраться, нужна вам эта связь на текущий момент или нет. Пожриться, вы можете выступать в роли любовницы. Если же, например, на текущий момент вы в браке, вы можете выступать в роли любовницы, да, для другого мужчины. Опять же, здесь может быть, если, например, на текущий момент вы одиноки, то для вас ситуация не изменится. Потому что жрица, это все-таки карта аскезы, карта одиночества. Скажем так, и в сентябре месяце для вас ничего не поменяется, если вы все-таки свободны на текущий момент. Если вы все-таки в паре, опять же, присмотритесь. Потому что жрица, это карта тайн. Все ли договаривает вам в партнер. И здесь речь не обязательно должна идти в любовном треугольнике. То есть, насколько он с вами искренен. Насколько он действительно желает строить с вами взаимоотношения. То есть, нет ли камня за пазухой. Какова подоплека этих взаимоотношений. Особенно, если знакомства для вас новые. Так, ну и совет с позиции арканов. Королева Пентакли. Королева Пентакли не ваш аркан. Это указание на женщину земной стихии. То есть, телец, дева или козерог. Либо помощь и протекция со стороны этой женщины. В первую очередь, не только словом и делом, но и финансами. Девушка-блондинка, состоявшаяся, состоятельная и успешная. Которая может вам оказать как непосильную помощь, так и поддержку. А если же все-таки аркан проецировать непосредственно на вас. Это, как я вам сказала, трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Укреплять свое финансовое положение и свою ситуацию. То есть, ваша задача обеспечить себе задел на будущее. Вашу финансовую независимость. Вот это стоит от карт для вас на сентябрь месяц. Вот таким вот вышел расклад. Расклад, как по мне, более чем позитивен. Надеюсь, у вас заводятся только положительные аспекты. Подписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрываются или не проигрываются расклады. Я очень буду вам признательна за обратную связь. Для тех, кто желает получить мои индивидуальные расклады на платной основе, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а с вами была Ева Лехцер. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok